В спортивном зале школы Олимпийского резерва номер 17 состоялся чемпионат Сибирского федерального округа под дзюдо среди мужчин и женщин. В условиях высокой конкуренции дзюдоисты состязались за право представлять свой регион на чемпионате России. Когда соревнования уровня чемпионата округа проводятся в регионе, для региона очень важно. И во многом приятно, что это проходит у нас, потому что я считаю, что с постройкой этого зала очевидный подъем дзюдо и самбо в нашем городе заметен и по соревнованиям, и по уровню результатов, которые показывают ребята и девчонки. Всего в чемпионате СФО приняли участие 170 спортсменов. Состязания проходили среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях. В финале за первое место в категории до 90 килограммов новосибирский дзюдоист Сиевуш Азизов встретился с Андреем Бахаревым из Кемерово. Напряженный поединок двух опытных спортсменов закончился победой Азизова. К слову, его золото стало единственной наградой высшего достоинства в копилке новосибирской сборной. Не менее динамичными, чем у мужчин, стали состязания среди женщин. В весовой категории до 57 килограммов в финале встретились мастер спорта Софья Чистанова из Красноярска и ее давняя соперница Наталья Малюкова из Хакасии, которая, кстати, является членом сборной России под дзюдо. Решающим броском завершила встречу представительница Красноярского края. Борьба равная была. Это моя давняя соперница и подруга. Мы очень часто боролись вместе, поэтому друг друга знаем. Кто выиграл, тот выиграл. Кто сильнее, тот и выиграл. Кстати, спортсменки Красноярского края лидировали на чемпионате Сибири. Золотые медали в этот день примерили четыре дзюдоистки из этого региона. Среди мужчин сильнейшими оказались представители Кеймаровской области, которые также завоевали четыре награды высшего достоинства. Помимо чествования победителей и участников, на торжественной церемонии также вручили удостоверение и знак мастера спорта России о мячу Дмитрию Бусу. К мастеру я шел недолго, потому что это был мой первый турнир среди мужчин. Мне тогда только 18 исполнилось. И я сразу же в своем первом турнире занял первое место и выполнил мастера. Сильнейшие дзюдоисты Сибири в сентябре отправятся на чемпионат России, который пройдет в городе Назрань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова